У вас все хорошо, налоги оплачены, задолженности нет. Эту фразу слышит каждый, кто успел вовремя заплатить налоги на имущество до 1 декабря этого года. Прозвучала она и для Натальи, которая заглянула в Соликамский отдел налоговой. Нет задолженности, спокойно, все вовремя заплатить, в электронном виде, никуда не выхожу, то есть прямо из дома, все, плачу онлайн. Вы знаете, что до 1 декабря? Да, естественно, конечно, в Новый год без долгов, все, да, уплачено, до 1 декабря. Ну а в отношении тех, кто к 1 декабря опоздал или забыл, налоговые органы применяют меры по принудительному взысканию. Направляются заявления на выдачу судебных приказов судьям, значит, при вынесении данных решений данные приказы направляются работодателю, и взыскание происходит через работодателя. Кроме этого, материалы передаются в службу судебных прископов для взыскания путем обращения на имущество физического лица тех же объектов, в отношении которых он их не заплатил, а также осуществляется блокировка расчетных счетов налогоплательщика. Как узнать, есть или нет у вас налоговые долги? Мы предлагаем вам обратиться в налоговые органы, получить налоговые уведомления. Второй вариант, если вы пользователь личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, то в этом ресурсе. И следующий инструмент, которым можно пользоваться, это сайт госуслуг. Также налоговый орган может проинформировать жителя о наличии задолженности. Мы предлагаем нашим налогоплательщикам направить в наш адрес согласие об СМС-информировании при направлении данного документа по истечении срока уплаты. И в случае возникновения задолженности нашему налогоплательщику придет СМС-сообщение о том, что у него задолженность, или сообщение на адрес электронной почты. Уже со 2 декабря задолженность ежедневно растет за счет начисления пении. Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» в личном кабинете налогоплательщика и через банкоматы. Хочу обратиться к нашим налогоплательщикам и предложить им выполнить свои обязательства и встретить Новый год без долгов. Адрес Соликамского отдела налоговый вы видите на своих экранах. Алиса Петровичева, Сергей Сюзев, телекомпания «Соль-ТВ».